всем привет с вами канал sober vision и сегодня видео про одних из самых интересных муравьев в моей коллекции это редкие представители в российских формикариях огненные муравьи соленопсис гимината сегодня будем давать нашим огненным муравьям витаминчики а именно клубнику и я расскажу как у них дела после подключения земляного модуля не забудьте подписаться и нажать на колокольчик спасибо приятного просмотра начнем с кормления я предпочитаю давать муравьям ту еду которую они могут встретить в естественных условиях то есть в природе ну или аналоги этих кормов предпочитаю кормить той едой которая как минимум не несет ничего отрицательного сейчас к сожалению этот корм не в моде муравьев поет пивом водкой энергетиками тут комментарии излишне ну а мы дадим муравьям клубнику будем так сказать запасать их витаминчиками на снежную холодную зиму так клубника уже на арене и огненные муравьи соленоптия с гимината принялись активно исследовать ее муравьям ту еду муравьям ту еду муравьям ту еду Продолжение следует... Вначале они не проявили огромного интереса к самой клубнике, именно к красному вкусному наполнению, но их интерес был направлен на нечто другое. Как ни странно, им понравилась не столько сладкая клубника, сколько семечки, которые у клубники находятся на поверхности. Эти семечки они усердно выкорчевывали и складывали в одном месте. Хотя спустя сутки они все-таки распробовали и саму клубнику. И вот какой вид она стала иметь спустя сутки. Ну и конечно они залепили ее мусором. Так они всегда делают, когда продукт слишком большой и видимо они не успевают его съесть за определенный промежуток времени. И поэтому муравьи маскируют свою пищу мусором. Думают, что другие ее не заметят. Так получилось и с клубникой. Вообще огненные муравьи едят практически любую пищу. После того, как начинаешь их кормить, понимаешь, почему огненные муравьи относятся именно к инвазивному виду. Как вы помните, к гипсовому блоку я подключил земляной модуль. Гомината настроила там ходов и в целом не спешила там держать расплод. Однако периодически я замечаю, как расплод полностью пропадает из гипса. И по трубке тянется караван с куколками и личинками. Однако в земляном блоке его не видно. Видимо они прячут его где-то в глубине земли. Этому событию всегда предшествует массовый вынос земли на арену. Они прям заваливают всю арену землей. Наконец-то они для мусора выбрали угол, который находится не на лицевой стороне арены. Для меня это большой плюс. Можно спокойно наблюдать за ними и не спешить с уборкой. Кстати, по поводу уборки. Это еще то зрелище. Давайте так. Если мы наберем 2000 лайков, я покажу вам этот сложный процесс. Ну а во время подготовки этого видео, меня такие укусило два муравья. Всего два. Но болевой эффект уже 5 часов меня не отпускает. Очень-очень неприятные ощущения. Ну а на сегодня все, ребята. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться на канал. И до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok